Начали производить оборудование для медицины, то есть это больничные палаты восстановления, палаты туберкулезных диспансеров, операционные, то есть там, где воздух, частота воздуха жизненно необходима, то есть от этого зависит жизнь пациентов, людей, которые там находятся. И с 2014 года мы обратили внимание о том, что проблема загрязненного воздуха остается все острее и острее именно в бытовых помещениях, то есть там, где мы проводим 90% своего времени, то есть это дома и на работе, то есть те места, куда отдышим мы, собственно, все, тем воздухом, который нам предоставляет окружающая среда. Как мы понимаем, да, что довольно-таки много воздуха мы вдыхаем в течение суток, то есть по расчетам где-то равен 14 килограмм в день. И есть информация о том, что комнатный воздух или в помещении, в том числе и в рабочем, в 2-5 раз грязнеет воздух, который находится на улице. То есть этот воздух, помимо того, что поступает к нам с улицы, плюс у нас внутри самого помещения есть источники этого загрязнения, которые ухудшают эту ситуацию. И действительно есть информация от Всемирной организации здравоохранения, что порядка 7 миллионов человек умирают в мире как причиной загрязненный воздух. Да, конечно, они в большей степени относятся на такие промышленно развивающие страны, как Индия и Китай, но даже развитые страны, как США, и в том числе и затронем ее Россию, цифры исчисляются сотнями тысяч, к сожалению. В связи с этим в 2014 году, как я начал говорить, мы разработали бризеры. То есть это устройство приточной вентиляции, которое решает те проблемы большого города, мегаполиса, которые сейчас есть у жителей. Очень много людей-аллергиков. Где-то порядка каждой четвертой житель мегаполиса – это аллергик. То есть это по наблюдениям тех же самых Всемирной организации здравоохранения, эта информация подтверждена. Шум мегаполиса, то есть автотранспорт, какие-то строительные объекты, шумные соседи, которые под окном и так далее. То есть ставим мощные стеклопакеты, защищаем себя от шума, грязи, пыли, потерь тепла. Но при этом для того, чтобы проветрить помещение, окно мы опять же открываем. И вместе с этим воздухом у нас попадают в наше помещение пыль, грязь с улицы, вирусы, бактерии и запахи. То есть все то, чем насыщен внешний воздух, усугубляя помещение, то есть ситуация, которая есть внутри. Какие загрязнители есть внутри помещения? Помимо того, что мы с вами вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ, насыщая тем самым неприятным газом помещение, есть еще такие загрязнители, как постель. Я думаю, вы знаете, что степенно она накапливает пыль, и при определенном с ней контакте она выделяет загрязнение в виде взвешенной пыли, либо крупной пыли, формальдегиды, фенолы, то есть то, чем могут обладать строительные материалы, либо элементы конструкции мебели, пластиковые изделия, которые у вас находятся, все что угодно, то есть что имеет в своем составе какие-либо клеи, могут выделять неприятные и вредные газы. Что для этого, собственно, делается? То есть отдухоты. Отличное решение – это как раз бризер, то есть снижает концентрацию СО2, избавляет отдухоты. У вас нет необходимости открывать форточку, то есть вы находитесь, так скажем, в изолированном пространстве, при этом концентрация углекислого газа постепенно снижается, либо поддерживается на заданном безопасном уровне. Об этом я расскажу чуть позднее, как работает в автоматическом режиме. Очень часто встречаюсь с таким мнением, что зачем мне бризер, у меня есть, например, кондиционер. Я его включил, и мне хорошо. Да, если вы помните момент, когда используется кондиционер, это обычно закрытое окно для того, чтобы его эффективность не падала. При закрытом окне вы все так же удивляете углекислый газ, но при этом, так как воздух в помещении охлаждается, вы не чувствуете удушающий, можно сказать, влияние этого углекислого газа. Чаще оно проявляется как повышение температуры, то есть вы считаете, что вам душно, то есть жарко. То есть становится, да, полегче, но при этом СО2 остается в помещении. Есть приточная, вытяжная, прошу прощения, вентиляция, да, у каждого в доме, она работает, ну, будем считать, что хорошо, но установка, опять же, пластиковых окон, плотных уплотнителей на дверях минимизирует или почти устраняет действие этой вентиляции. Нет притока, нет, соответственно, вытяжки, либо она работает недостаточно хорошо. Для нормального функционирования человеческого организма рекомендуется 30-40 кубических метров в час свежего воздуха на каждого человека взрослого. Для детей чуть поменьше, но желательно все-таки о детях заботиться и предоставлять им долю свежего воздуха, например, в таких же пропорциях. Здесь на этом слайде представлено несколько очистительных устройств. Первый. Очиститель воздуха в режиме рециркуляции. Он очищает воздух внутри помещений, то есть те сгрязнители, о которых я вам говорил чуть раньше, это пыль, аллергены от домашних животных, подшерсток, шерсть, запахи есть, да, такие очистители, которые устраняют, в том числе и запахи, но при этом не устраняет СО2, к сожалению. И опять же открываем окно для того, чтобы снизить концентрацию углекислого газа. Кондиционер. Да, он очищает также воздух, охлаждает его, может в какой-то момент подогреть в межсезонье, что приятно, но при этом опять же концентрация СО2 остается на прежнем уровне. И очистка, она в основном сделана для чего? Для того, чтобы не очищать воздух в помещении, а для того, чтобы теплообменник забивался меньше, работал как можно дольше. Клапан. Довольно-таки простое решение. Можно сказать, самое дешевое, из специальных, которые дает приток свежего воздуха. Но воздух не очищает, не обогревает. То есть в холодное время года вы получаете холодный воздух, который, так скажем, вы получите при открытом окне. И фактически это та же самая форточка, но сделанная в виде клапана. Да, там стоят какие-то фильтры, но настолько они мелкие, что задерживать какую-то прямо крупную пыль, которая у вас осядет буквально в течение минуты, честно говоря, сомнительная выгода от установки такого устройства. Что касается самого бризера. Он подает воздух снаружи помещения. При этом, проходя каскад фильтров, он его очищает. То есть вы получаете чистый воздух с улицы. В холодное время года он еще и подогревается. То есть это не обогревательный прибор как таковой. То есть использовать его вместо батареи вряд ли получится, но даже до минус 40 градусов он подает теплый воздух. При минус 40 просто закрывается автоматически заслонка, и он перестает функционировать как приточный устройство притока воздуха. Потому что минус 40 все-таки довольно серьезная температура, и вряд ли кто будет использовать и снижать градусы, так скажем, в помещении. Может также работать в режиме рециркуляции. То есть воздух из помещения проходит через него, устраняются аллергены. То есть эти режимы можно переключать. И объема для, например, бризера 4С вполне достаточно. То есть подаваем объема порядка 4 человек. Мог находиться в одном помещении и чувствовать себя комфортно. Более наглядно на этой иллюстрации, да, то есть как он устанавливается. Варианты монтажа могут быть различные, как под окном, рядом с батареей, как и рядом с окном в стороне. Ну, что их, собственно, связывает эти монтажи? Нужно делать отверстие 132 мм, довольно-таки стандартное для правовой коронки. И практически у каждого монтажа, большинства монтажных организаций есть. Это не редкость. И с обратной стороны закрывается декоративная заглушка. Все фильтры находятся непосредственно в самом бризере, то есть его поменять довольно-таки легко и просто. То есть эти фильтры, наверное, по мере того, как они выходят из строя и по мере использования этого устройства. Так, следующий у нас, соответственно, бризер, который хотел бы рассказать чуть подробнее, да, то есть что это, собственно, за само устройство, что на его примере, это наш флагман, мы перейдем к другим нашим бризерным устройствам. Бризер 4С. На самом деле это на сегодняшний день один из самых тихих бризеров на рынке. Почему это так? Если вы обратите на этой картинке, есть развернутая детализация этого устройства. Снаружи белым цветом. Это у нас... Сейчас попробую линию провести. Я думаю, видно. Это пластиковый корпус. Внутри вот эти вот серые детали здесь и здесь. Это такой материал ППЕ, то есть это спенни-полиэстерол. Очень плотный, очень теплый и шумоизоляционный. Довольно-таки толстый слой, если обратите внимание на толщину этого ППЕ, который вращается с наружным воздухом и здесь, и там довольно-таки массивные у нас слои, так скажем, слой, позволяет как раз исключить полностью промерзание этого устройства даже до минус 40 градусов. То есть то, чем даже не могут покраситься свои конкуренты. То есть у них устройство, к сожалению, промерзает. Промерзание – это быстрый выход устройства из строя. То есть оно быстрее подвержено поломке ввиду образования конденсата либо наледи на самом устройстве. Ну и, соответственно, в вашем помещении появляется инпланетный конденсат под этим устройством. Мелочь, что неприятно, если у вас, например, там ламинат или какие-то условно ковры. Да все, что угодно, лужится под устройством так себе удовольствие. Ну и плюс нужно понимать о том, что фильтры, они все-таки должны оставаться всегда сухими для того, чтобы полностью выполнять свою функцию. Дальше. Каскад фильтров, да, о чем вот мы говорим. Прифильтр, который у нас стоит здесь внизу, вот я его выделил, он стоит непосредственно на решетке. То есть когда воздух засасывается непосредственно, он собирает самые крупные элементы. То есть он чем-то похож на те прифильтры или даже, как называют их, фильтрами в клапанах приточной вентиляции. Дальше стоит более серьезный фильтр G4. То есть он нужен уже для сбора более, так скажем, мелкой пыли, грязи. Это обычная губка поролоновая, которую можно в случае, не знаю, там усиленных каких-то загрязнений быстренько промыть, отряхнуть, заменить и установить обратно, если основные фильтры вполне неплохо себя чувствуют. Следующий у нас фильтр идет HEPA. Это HEPA класс фильтрации H13. Это довольно-таки высокий класс фильтрации. Можно сказать, один из самых высоких в бытовом применении для очистки воздуха. Как вы видите, толщина у него довольно-таки существенная. Для чего это сделано? То есть мало того, что он задерживает довольно-таки большое количество загрязнений мелких. И мелкие загрязнения под этим я подразумеваю PM2,5. PM2,5 к ним относится взвешенная пыль. То есть это та пыль, которая не оседает ни на мебели, ни на полу. То есть она все время находится в воздухе. Это то, чем вы дышите. Это пыль, и частицы, они проходят непосредственно сквозь вашу слизистую. То есть они на ней совершенно не задерживаются. Слизистая никак на них не реагирует и попадает непосредственно в легкие, через авиолы впитываются к вам в кровь. То есть это как раз та опасная частица, которая вызывает сердечную сосудочность, заболевания, развитие астмы, аллергии и всех остальных прелестей. Либо, соответственно, у нашего поколения, либо у последующего. То есть то, о чем как раз говорит ВОЗ. Плюс на хеппе оседают вредные микроорганизмы, бактерии, спор грибков, вирусы. То есть вирусы, они по себе, да, кто-то может заметить, они существенно мельче, чем PM2,5, и будет абсолютно прав. Но как таковой вирус, он не существует в воздухе, в таком, скажем, подвешенном состоянии. Он, как правило, взаимодействует с частицами, молекулами воды, той же самой пыли, там, пылевыми клещами. Все всем тем, к чему он может, так скажем, прикрепиться и с чем может взаимодействовать. Таким образом, он имеет возможность именно перемещаться по воздушным пространствам, по воздушным масям. То есть фактически, задерживая эти частицы, этим фильтром мы его, соответственно, останавливаем и полностью нейтрализуем потом на перетенном вот этом покрытии, на антибактериальном покрытии из перетена цинка. Вот это синее покрытие, которым хотелось бы тоже остановиться более подробно, довольно-таки эффективное. Есть у нас испытания лаборатории, как вектор у нас здесь в России, также и из зарубежных лабораторий, которые доказывают уничтожение 99 и 95% вирусов, бактерий и микроорганизмов, которые попадают, оседают на фильтре HEPA-H13. Фактически, да, то есть оставшаяся концентрация становится абсолютно безопасна для человека, да. То есть, возможно, вы знаете, для того, чтобы вирус имел возможность размножаться, должна быть определенная его концентрация в воздухе, то есть мы должны определенной концентрацией его вдохнуть, превышающей возможности нашего организма к защите. То есть у нас организм уже не может защититься от этой концентрации, и как следствие мы с вами, собственно, заболеваем. И, соответственно, на этом фильтре все эти микроорганизмы погибают. Почему это еще важно? К примеру, прошло полгода, или там больше времени, и подошло время замены фильтра. У конкурентов на таком же фильтре, в теплой обстановке, в темном пространстве, эти микроорганизмы, о чем мы говорили, плодотворно размножаются. Они размножаются, создают новые колонии, и такой фильтр уже становится сам источником загрязнения. Это опасно и в момент замены, и в дальнейшей эксплуатации. Я думаю, для вас не секрет, и вы все знаете, что кондиционеры используют ионизаторы, стерилизаторы, любые другие какие-то устройства, якобы для очистки воздуха. Опять же, возвращаясь к тому, о чем я говорил, это все сделано для того, чтобы очищать сами фильтры, которые находятся в кондиционерах, и теплообменники, потому что это настоящие рассадники микроорганизмов и вредных бактерий патологических, которые в тех условиях размножаются, и под действием воздушных потоков очень энергично распространяются по помещению, насыщая его вот этими опасными вещами. Более приятный фильтр, да, не такой, как скажем, звучащий и угрожающий, это адсцепционно-каталектический, то есть средний. Он наполнен углем, то есть это уголь кокоса, который впитывает в себя запахи. Наверное, это будет особо приятно жителям неблагоприятных районов, которые живут рядом с автомагистралями, живут рядом с какими-то заводами, которые постоянно источают неприятный запах, да в конце концов соседам, которые кухнят на балконе, и сигаретный дым попадает вам постоянно в комнату или в комнату ребенка. То есть со всеми этими проблемами как раз вот и справляется адсцепционно-каталектический фильтр. Вы видите, какие их размеры, да, то есть они действительно внушительные, они занимают достойное место среди конкурентов и полностью выполняют свою работу надлежащим образом. Следующий элемент этого устройства – это нагреватель. Это керамический нагреватель, который помогает, как раз подогревает воздух. Он включается автоматически, как только температура воздуха опускается ниже 0 градусов, и он подает в помещение в воздух 0 и выше, то есть 0,0,1, плюс 1, где-то в таких диапазонах. Это нужно для того, чтобы исключить промерзание самого устройства. То есть даже если вы забыли, уехали в командировку, неожиданно ударили заморозки, а приточная вентиляция у вас работает. Либо там, например, на даче включили приточную вентиляцию и происходит, и уехали, да. То есть без вашего контроля можно спокойно оставить, и никаких неприятных сюрпризов по возвращению у вас не будет. Также этот нагреватель можно настроить на температуру необходимого подогрева, то есть на пульте либо, собственно, в приложении до 25 градусов. 25 градусов – это примерно температура, которая находится в помещении. Сразу хотелось бы отметить, да, так как вы будете работать с конечными клиентами, бывает такое, что они говорят, не греет, но подносят руки к прибору и говорят, не греет. Но как он, собственно, может греть или не греть? 25 градусов – температура руки в районе 36 градусов. То есть она ощущает температуру чуть выше 36. То есть, соответственно, вы будете ощущать слегка, может быть, прохладный для себя воздух, но достаточно комфортный для того, чтобы в помещении не создавалось сквозняков и каких-то других неприятных моментов. Ну и, соответственно, производители довольно-таки тихие вентиляторы. Мы их специально подбирали, оттачивали именно технологии производства, использовали довольно-таки интересные подшипники для того, чтобы увеличить их и моторесурс, и снизить шум. Шум, да, который возникает при вращении пропеллеров. То есть фактически даже на максимальной мощности вы в большей степени будете слышать только шум выходящего воздуха. Очень важно отметить то, что исключены, да, то есть тональные шумы. То есть тональные шумы, они могут быть сами по себе тихие, но это как писк комара, чтобы вы понимали, да, то есть шумят машины там за окном, они могут шуметь значительно громче, но какой-то писк комара, вот именно вот эта вот тональность, этого писка раздражает вас куда больше. Вот эти вот как раз тональные шумы, мы смогли их, собственно, исключить. Так, переходим дальше от устройства. Про фильтры я как раз рассказал, да, то есть, наверное, о чем я не сказал. Эти фильтры еще задерживают пух. Да, то есть это очень будет важно и интересно вашим клиентам ближе к лету, весной, когда начинает свистеть тополя, летит пыльца, пух, и, соответственно, эти фильтры как раз отлично работают, спасают помещение от этих неприятных и раздражающих загрязнителей. Два режима работы. У Breezer 4S, соответственно, приток, основная его функция, да, то есть забирает воздух снаружи, пропускает через фильтр и выпускает в помещение. И рециркуляция, да, то есть если вы чувствуете, что помещение достаточно комфортное, вы можете, но при этом появился какой-то неприятный запах, либо чувствуете, что стоит очистить воздух внутри помещения, да, то есть пыли много, ну, к примеру, да, можете включить режим рециркуляции. Всегда стерильный фильтр, да, то есть вот о чем я говорил до этого, он позволяет за счет перетена цинка абсолютно безопасный материал перетена цинка, то есть вы его можете встретить практически во всех, наверное, современных шампунях, да, то есть он абсолютно безвреден в любом нанесении, не имеет запаха, что очень важно. Защита от аллергии, да, то есть HEPA, H13 задерживают все эти аллергены. Ну, вот, соответственно, работа в зимних условиях, то есть даже при минус 40 градусах наши приборы работают, то есть до минус 40, это довольно-таки много. Не так часто в Центральной, например, России, где у нас наибольшее сосредоточение клиентов мороза достигает минус 40 градусов. Собственно, даже в Сибири, откуда компания родом, и морозы минус 40, ну, все-таки относительно редко случаются, но не так часто. Ну, и, соответственно, поддерживать нужно установленное заслание температур. То есть никакого дискомфорта в зимний период вы не ощущаете. Управление. Очень удобное управление. Оно здесь довольно-таки вариативно. В комплекте идет пульт, которым вы можете полностью управлять и настраивать температуру, скорость притока, температуру, да, то есть режим, да, то есть рециркуляция либо, собственно, приток, устанавливать таймер, сколько он будет работать, в какое время. Также на экране пульта отображаются ошибки, которые связаны с прибором. Благодаря инструкции можно четко понять, что происходит с прибором, почему он не работает. Мы специально не стали вводить индикацию на само устройство, чтобы не отвлекать, например, в ночное время, чтобы он не светился, и полностью исключить какой-то световой дискомфорт. Кстати, кнопочка, которая находится внизу устройства, кнопку включения, она также имеет подсветку, и в ночное время она отключается. Следующий вариант, как можно управлять. Через наше приложение Tune Remote. Tune Remote – это связь через модуль BLE, непосредственной близости от устройства. Здесь вы можете выбрать режимы, да, то есть ручная настройка скорости, выбрать турборежим, который будет максимально, в режиме максимального притока, освежать ваше помещение. К примеру, вы приехали на дачу или в какое-то там помещение и давно уже не проветривали там, и хотите быстро достичь нужного результата. Включаете режим турбо, и на максимальных оборотах, соответственно, подается воздух. Следующий момент, да, то есть опять же температура подогрева, вы видите на экране, все это можно будет настроить и использовать. Приложение выпускается для андроида и iOS. Также у нас есть собственная система контроля, то есть мониторинга воздуха внутри помещения на основе базовой станции Magic Air, и через нее также можно осуществлять управление Brizim другими нашими устройствами. То есть здесь есть датчики CO2, есть, соответственно, датчик температуры, который помогает, и также может управлять бризером удаленно, либо настраивать работу бризера по заданным параметрам, характеристикам, которые вы здесь, соответственно, создадите. Ну и, соответственно, вот о чем говорит Алексей, Brizim 4S имеет возможность управлять и быть интегрирована в систему умного дома Z-Wave. Это некоторые отличия с предыдущей версией Brizim 3S. То есть здесь мы улучшили фильтр, добавили возможность установки HEPA H13, но при этом оставили в некоторых комплектациях установку HEPA H11. То есть таким образом незначительно, но повышается производительность, и таким образом несколько снижается шум от использования. Соответственно, я думаю, уже успели прочитать, о чем здесь идет речь. То же самое интеграция с умным домом Z-Wave. Здесь представлены некоторые комплектации, здесь еще не представлена промежуточная комплектация плюс, то есть вместо Magic Air комплектуется станцией с контроллером CO2, то есть благодаря которой бризер может работать в автоматическом режиме, поддерживая безопасный уровень CO2 в помещении. По 4S, это был наш флагман, я думаю, у вас пока нет вопросов. Если есть, с удовольствием на них отвечу после презентации бризеров. Следующий наш бризер – это бризер Lite. Это маленький компактный прибор, также оснащен грелкой, но ограничен в управлении, то есть у него нет того функционала, который есть в 4S. Работает пошумнее, производительность у него несколько ниже, то есть если, например, в 4S – это 140 кубических метров в час, то здесь всего лишь 100 кубических метров. Ну, вполне достаточно для того, чтобы установить как дополнительный модуль притока, к примеру, в детской комнате, если, например, мало места или маленькое потребление. То есть один ребенок, ему 50 кубов, о чем мы говорили в начале, вполне достаточно. В стандартной поставке идет фильтр класса G4, то есть он чем-то даже сопоставим, наверное, с приточными клапанами. Плюс дополнительно можно укомплектовать фильтром H11 канальным. Вот так он выглядит. Стоит довольно-таки недорого, при этом повысится класс фильтрации, соответственно, очистка воздуха от загрязнений. Нет здесь угольно-адсорбционно-каталитического слоя, нет здесь режима рециркуляции, но при этом свою функцию приточного очистителя он выполняет более компактной, более простого управления. Есть некоторые фишечки, которые есть и в 4С, и которые есть в Light. Можно расположить провод, как вам удобно. Вверх, вниз, в сторону, влево, вправо. Здесь показано на рисунке. И очень большое преимущество у лизера Light. Его можно установить в любом расположении. Направленным на батарею, направленным в сторону, направленным вниз, вверх, пожалуйста, на ваше усмотрение. Любые комбинации, как вам удобно. То есть он больше позиционируется, как лучшая замена клапана киф. То есть есть подогрев, улучшенная фильтрация, и, соответственно, приток уже идет не естественной вытяжкой, а именно нагнетанием воздуха, то есть создание определенных атмосферных, определенного микроклимата в помещении. Ну и так же, соответственно, управляется через Tion Remote. Только Tion Remote. Следующий наш Breezer, Breezer O2. Наш, можно сказать, старичок. Очень интересная модель. Так же может быть интегрирование системы умного дома. Очень похож на 4S, но система фильтрации здесь все-таки послабее. И внешний вид, вы можете обратить внимание, несколько иной, можно сказать, дизайн, немножко устаревший. Но для клиентов, которым это не особо важно, и которым важно именно функционал это устройство, например, в каких-то подсобных помещениях, вполне достаточно и, может быть, даже интересно. Что еще? Также, как я говорю, интегрируется в систему Magic Air и может управляться дистанционно. Монтаж. То есть монтаж довольно-таки быстро осуществляется в течение одного часа, довольно-таки простой. При помощи коронки диаметра 132 мм делается отверстие в стене, устанавливается канал приточный, он утепляется, устанавливается декоративная заглушка с обратной стороны стены, навешивается Breezer, подключается питание, все, собственно, Breezer готов к эксплуатации. Так, это вот коротко по технологии, как использовать. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Задавайте. Вот вижу вопросы. Можно ли Light получить к ZWF? К сожалению, нет. Внешние модули не подключаются, то есть у него нет такой возможности. Можно подключить только Tune Remote. Возможно, кстати, подключение через API, если есть такая возможность. Да, по-моему, можно будет через API произвести эту интеграцию. U4S настроен во все модули, какая-то спецмодель. Да, ZWF настроен на все модели, то есть стоковая модель поставляется уже с предустановленной возможностью, точнее, подключением модуля ZWF, но сам модуль ZWF необходимо приобретать дополнительно. Устанавливается на лицевой стороне. Сейчас я вам покажу. Да, устанавливается где-то вот в этом месте. Да, флешка, все верно, USB-флешка. Еще вопросы? Еще меня попросили коротко рассказать вам немножко по маркетингу этого продукта. Если интересно, я уделю 10-15 минут, подскажу вам. То есть, кто ваш клиент, как его можно найти, как можно продавать. Если интересно, поставьте плюсики в чате. окей, возможно, вернемся к этому чуть позже. Следующий продукт, который хотелось бы коротко пробежаться, но все равно представить вам, он имеет прямой интеграции ZWF, это рециркулятор, то есть очистители воздуха там, где нет возможности установить бризеры, либо нет желания установить бризер, либо нужен дополнительное устройство для очистки воздуха внутри помещения, к примеру, большой кот, который имеет очень много шерсти, пыли, и постоянно включать бризер в режиме рециркуляции нет какой-то возможности. Устанавливаются такие же возможности приборы, они портативные, довольно-таки мобильные и представлены в модельном ряде, то есть для помещений на 12, 30, 70 квадратных метров. Отличительной особенностью их является, опять же, очень низкий шум в ночном режиме, то есть режим весна, наверное, это самый тихий, по крайней мере, мы сравнили по заявленным характеристикам с конкурентами, знаем, какие действительные характеристики у нас, и можем сказать, у нас самый тихий очиститель воздуха именно производительность к уровню очистки. Управление со смартфона, Tune Remote, либо через Magic Air защита, блокировка панели от детей, плюс защитные решетки, чтобы дети туда ничего не засунули, то есть можно быть с этим спокойным. И, соответственно, есть оценка качества воздуха по PM2,5 у моделей 200 и 400, и по газу, то есть загрязненно летучее органическое соединение, то есть это запахи, формальдегиды, фенолы, это у 400-й модели. Примерно так выглядят фильтры, то есть они здесь комбинированы, в одном фильтре сразу три, то есть это префильтр, префильтр, фильтр тонкой очистки и угольный фильтр. Воздух забирается с боков и, собственно, подается вверх. Все довольно-таки просто. Вот, собственно, для сравнения, обычный HEPP-фильтр, вот в этой стороне показываю сейчас, и фильтр Tion, то есть мы здесь также используем перетион цинка, для того, чтобы доверять микроорганизму. Отличие от очистителей с ультрафиолетом не выделяется опасный для здоровья озон. Озон для здоровья, к сожалению, опасен. Даже если вы чувствуете запах озона, желательно такое помещение покинуть. Озон разрушительен для клеток нашего организма. Это даже не только мои слова, это подтверждается всеми организациями здравоохранения. То есть даже после озонирования комнаты ее обязательно нужно проветрить. Наглядная довольно-таки индикация, то есть она важна для чего? Для того, чтобы люди могли понимать, работает прибор или нет, и как он, собственно, работает, что действительно воздух чистый. По отзывам могу сказать, что люди ощущают действительно воздух уже буквально через 2-3 часа, то есть они уже сравнивают с тем, что было и тем, что стало. Даже если у них не было до этих каких-то проблем, все равно изменения довольно-таки ощутимы. Уходит вот эта вот завешенная пыль, уходит неприятный запах, если не они были, и становится действительно приятно дышать в помещении. Функция BioSafety, она показывает, насколько израсходован фильтр, то есть качество воздуха, проходящего через него, анализирует по датчикам PM2.5, в зависимости от модели, смотрит, какой объем воздуха проходит, и, соответственно, исходя из этого, дает оценку, через сколько фильтр нужно будет заменить. Ну, соответственно, про мотор я уже говорил, специально мы делали акцент на тишине, потому что устройство наше работает 24 на 7, и чтобы не было беспокойства именно в ночное время, также добавили ночной режим, при котором нет ни звуков, ни света, ни каких-то звуковых световых сигналов. Да, можно включить аккуратный ночничок, но при этом звуков не будет, да, то есть 6 режимов различной подсветки. Управление, вот о чем я говорил. Вот, собственно, так. Возвращаясь все-таки к бризерам, заверу вас пару минут и скажу, кто наша аудитория. В первую очередь, конечно, это аллергики, астматики, что в первом, что в втором случае, что для бризера, что для рециркулятора. Для них это проблема проблем. Когда они находятся на улице, они испытывают дискомфорт от пыльцы, аллергенов именно в тот момент, когда происходит светение. И дома они хотят отдохнуть, они опять пить гистаминные средства. Для них это прямо спасение, да, то есть когда у них идет очищенный, поступает воздух очищенный, и они могут спокойно дышать, не употребляя антигистаминные средства, от которых клонят в сон, и, собственно, чувствуешь себя не совсем так, как хочется. Жители мегаполисов. Однозначно наши клиенты, жители неблагоприятных районов. Опять же, мы возвращаемся, шум, грязь, все, что летит, запахи. Все это действительно у людей есть, эти проблемы существуют, и они считаются нашими клиентами, нашей целевой аудитории. Родители маленьких детей, то есть они заботятся, стараются дать детям все возможное, что они могут, да, то есть особенно это касается первых детей, да, то есть у кого есть дети, может быть, помните, да, то есть постоянная забота, контроль, забота, внимание, и, соответственно, постоянно хочется дать то, что, возможно, лишить себя чем-то, но дать ребенку. Ну и, соответственно, престарелых родителей, да, то есть у кого есть престарелые родители, возможно, постоянно болеют, и возможности открытых переворотов нет, и вы, может быть, сталкивались с каким-то, не то что запахом, а неприятным запахом у родителей, да, но они открывают окон, ну, бывает такое, к сожалению. Тверточный вентиляция тоже эту проблему решает. Они начинают дышать чистым воздухом, чувствуют себя значительно лучше и говорят, собственно, спокойно. Ну и жители, точнее, любители здорового образа жизни, которые понимают, что все-таки мегаполис – это хорошо для карьеры, развития, но не подходит для жизни, но им приходится там жить и всячески постараться себя обезопасить от влияния внешнего мира, этих негативных факторов. Как находить таких клиентов? Контекстная реклама, то есть горячий спрос на бризеры, приточную вентиляцию есть, очистители есть, да, то есть можно работать в своем регионе, посмотреть, насколько это эффективно. Таргетированная реклама на группы тематические, группы по районам, там реклама в социальных сетях, то есть если у вас есть ваша аудитория, да, то есть личные контакты. Когда вы работаете с заказчиком на вопрос установки, например, умного дома, использовать это как элемент системы, да, то есть мы говорим сейчас, например, про 4С, элемент системы умного дома, благодаря которому он расширяет свои возможности по приточной вентиляции, очистке и то, что действительно он оценит как здоровый образ жизни, что он будет чувствовать себя лучше, вставать будет, ну и то, что раньше, более свежей головой, не будет чувства удушья, да, во время сна, либо во время пробуждения, то есть он будет учить эти плюсы каждый день, каждую ночь, вспоминайте вас, собственно, добрым словом. Рассылки клиентам, да, то есть с кем вы уже работаете, кому вы уже установили эти системы, буквально отправить письмо с преимуществами бризера, да, то есть что они получат в результате установки, приобретения. У кого-то уже этим, возможно, устройство есть, у кого-то еще нет, но всегда дополнить это можно. От вас это потребует каких-то минимальных совершенно затрат и времени, и денег, но при этом вы можете значительно увеличить свой месячный, годовой доход, результат от установки дополнительного оборудования. Партнерство, да, то есть если у вас есть какие-то партнеры, с кем вы можете хорошо взаимодействовать, то есть кто устанавливает окна, там, например, натяжные потолки, кондиционер, то есть это люди, если они еще не ставят наши бризеры, могут вам помочь найти клиентов, передать, подсказать, кому они что устанавливали, и вы можете с определенным предложением прийти к этим людям, да, то есть различные вариации взаимодействия здесь допустимо, да, ну и плюс те люди, которые используют их услуги, они потенциально ваши клиенты, то есть высокой долей вероятности. Участие, соответственно, в выставках, я просто не знаю географию вашу, да, то есть где вы находитесь, и, возможно, в каких-то регионах это будет актуально. Что еще? Вот примерно так. А, вот извините, я вижу вопросы еще в чате. Максимальный уровень по децибел. Если не изменять память, 45 децибел это максимальный уровень на производительности 140 кубов кубических метров в час. 47, прошу прощения. 19 это минимальный, это 30 кубов, и 60 это всего лишь 24 децибела. Так, еще может быть вопрос? Тут вот еще задают вопрос по поводу того, что теон сушит воздух. За счет грелки, да, предполагается? Я правильно понимаю? Да, нет, он воздух не сушит. Потому что постоянно он подогревает грелка, постоянно, ну, точнее, не постоянно, а приточный воздух. И таким образом он воздух не иссушает. Иссушение воздуха обычно происходит в тепловых вентиляторах, которые используют воздух рециркулируемый. То есть раз за разом, пропуская через тены, он его действительно иссушает. В наших бризерах такой системы нет, то есть это постоянный приток воздуха и проходит керамический нагревательный элемент, который этот воздух не иссушает. И 25 градусов в то время, через которое он проходит, тот объем, и сушить его просто невозможно. Еще у меня здесь были тоже вопросы, да, то есть есть на рынке устройства, совмещающие в себе два в одном, например, да, то есть приточная вентиляция и увлажнитель, к примеру. Да, да, есть такое, но стоимость такого устройства 75 тысяч рублей. При этом увлажнитель ультразвуковой и поставить его купить отдельно за 2-3 тысячи рублей не составит никакого труда. При этом, если сломается у вас увлажнитель, он перестает работать и, соответственно, вы лишаетесь еще и бризерок. Ну, так себе удовольствие. Ну, и при том, ультразвуковой увлажнитель – это генераторы частиц PM2.5. Это уже доказанный факт. И, как это сказать, вот доказанный факт. Так, на себе у меня стоит, когда мы выключим, спать невозможно. Приходится на ночь выключать, воздух сушит, почему так и сделано. Возможно, в 3С такое действительно было, но в 4С таких отзывов у нас нет. Если интересно, я вернусь с ответом, да, то есть сколько у нас было именно обращения и какая была информация именно по 4С, и дам вам тогда ответ. Коллеги, есть еще вопросы? Послушайте, я вам отвечу. Так, да, ну, давайте пока ждем вопросов, я могу свою часть рассказать. Так, вот, значит, так выглядит наш USB-модуль для управления брезером Теон 4С. Он работает со всеми Z-Wave контроллерами по умолчанию на российской частоте Z-Wave 869 МГц, но частота переключается программно, то есть если у вас контроллер куплен в Европе на европейской частоте, то он тоже так же будет совместим. Значит, какие функции управления брезером доступны с контроллера Z-Wave? Это можно настроить работу по расписанию, по любым датчикам Z-Wave, не только по датчикам CO2, но и там по другим. Плюс можно управлять голосовыми командами, это через Яндекс Алису или Apple Siri или еще других голосовых помощников. И, естественно, можно удаленно управлять бризером, к примеру, по дороге домой и по сценариям. Мы рассмотрим два основных контроллера. Это контроллеры бренда Z-Wave и Fibara. Функционал, по сути, он такой же, как и в Bluetooth пульте и родном приложении Теона. То есть мы можем включать-выключать бризер, задавать разные скорости вентиляции, скорости вращения вентилятора. Плюс можем бесшумный режим ставить, можем включать подогрев воздуха или отключать его. Есть режим рециркуляции и режим забора воздуха с улицы. Значит, у нас есть контроллер с программным обеспечением Z-Wave. Это линейка контроллеров, которые были на предыдущем слайде. Z-Wave Mi Hub, Raspberry или USB контроллер, который можно подключить хоть к компьютеру на Windows. И у вас будет управление приточкой Теон. Значит, мы можем настроить работу бризера по геолокации, датчику углекислого газа, расписанию. И интегрировать голосовые помощники Alex, Google Home, Яндекс Алису или Apple Siri на HomeKit. Вот пример, как выглядит в интерфейсе Z-Wave управление бризером. То есть тут мы имеем управление скоростью вентилятора. Можем включать обогрев, можем включать режимы рециркуляции и можем включать термостат. То есть вот эти все функции у нас доступны. Мы можем в интерфейсе Z-Wave настраивать расписание и настроить, к примеру, интеграцию в HomeKit. При добавлении бризера в HomeKit у нас появляется возможность настроить действия по геолокации. То есть, например, когда я подъезжаю к дому, бризер заранее включится и проветрит помещение, чтобы там был достаточно чистый воздух внутри. Ну, также он может запускаться по времени, например, перед сном, включить быстрое проветривание на 10 минут. Вот, либо по какому-то действию. Например, там, когда последний человек уходит из дома или когда первый человек уходит из дома. Вот, это тоже можно настроить. Ну, вы можете там с любого устройства Apple запускать сценарии. Можете там сходить с часов, с наушников через Siri. Вот, там, запускать сцену, скоро буду дома. Или когда все пришли домой. Или создавать собственные комбинированные сценарии. Вот, а также это интегрируется в систему от Fibara. Вот, один из недавних контроллеров Fibara – это Ubihome Center Lite на чипе за 2x700 серии. Вот, мы в него можем добавить бризер Tion. Вот такой вот у него веб-интерфейс у Fibara. Вот, если добавить Tion в систему, тогда у нас появится 7 вот таких виджетов. То есть, тут есть у нас датчики температуры. Можно считывать температуру в помещении и на улице. Плюс можно включать режим рециркуляции. И режим забора воздуха с улицы. Вот, и регулировать скорость вращения. Скорость вращения, она тут у нас показана как устройство диммер. Но, тем не менее, мы можем перемещать ползунок, и скорость будет регулироваться. Вот. В ZWave у нас есть датчики качества воздуха и датчики углекислого газа. На основе них как раз… Ну, это как аналог станции Magic Air, можно сказать. Вот, на протоколе ZWave. Он идет, ну, как работает от постоянного питания, от microUSB. Это устройство на пятом поколении ZWave. Вот. И всего два типа датчика – углекислого газа и качества воздуха. И датчик CO2. Датчик CO2, он высокоточный. Датчик, который постоянно калибруется. То есть, он там раз в несколько часов делает, проходит процесс калибровки, после которого выдает более точные данные по сравнению с датчиком качества воздуха. Датчик качества воздуха – это он обнаруживает летучие органические соединения, ВОК, и на основе этих показаний дает вам электронное… ЕСО2 – электронное значение углекислого газа. Вот. Ну, и на основе этих датчиков можно настроить разные сценарии. Например, если уровень углекислого газа более чем 800, то включаются с бесшумным режимом. Если более чем 1000, то проветривание на третьей скорости. Если более чем 1500, тогда мы отправляем уведомление на телефон и включаем шестую скорость работы. Уведомление можно отправить там любым удобным способом. Можно в Telegram получить, можно на e-mail, либо просто пушь уведомления на смартфон. Вот. Это вкратце о том, как интегрировать бризер и тион в умный дом. Так. Если у кого… Ну, вроде я рассказал. Если у кого-то есть вопросы, можете рассказать, как вы настраиваете сценарий в умном доме. Вот. Также сегодня у нас будет запись этого выбора.